Доброе утро, дорогие мои друзья! Многоуважаемые ценители, обожатели, уважатели, почитатели, любители и, конечно, профессионал дачной жизни! С вами слегка задолбавшийся Сергей Гончаров, проект Деревни Лайф, которого вы так долго ждали, и мы с вами едем на дачу. Прошлый выпуск у вас вызвал бурю эмоций, и не только положительных, но и негативных, да, потому что, ну, в конце концов, да, ну, Серёг, ну не по-христиански, ну, такое, за безобразие, вот это вот на 4 минуты мы целую неделю ждали, а то и две. Объясняю, значит, дело в том, что мой коллега, мой сменщик на работе, он ушёл в отпуск, и я оказался должен работать и за себя, и за него, да, потому что, ну, мы незаменимые, подмен у нас нет. Ну, такое бывает, да, иногда. Вот, и поэтому мои праздники наложились на основную работу, плюс подработка, плюс подхалтурка, и, короче говоря, 3 недели у меня вылетело вообще без выходных, я-то к этому графику привык. А вы-то нет, и, понятное дело, забомбили. А что мне делать? Да, мне до дачи не доехать, потому что у меня целыми днями работа. Я в 10 утра зашёл, в 10 вечера вышел, а то, бывает, это в 12 ночи сижу. Вот, и у меня, соответственно, всё, что было на телефоне, и я всё это так аккуратненько смёл в один выпуск на 4 минутки, да, потому что отбраковывается часть материала. Вот, и, соответственно, вот выпустил, но вот не понравилось вам. Вот сказали, что коротко, мало, не информативно, да, в общем, вот как-то вот. Ну, ребят, постараюсь сейчас исправиться, у нас есть всего один день, чтобы нам поехать на дачу, посмотреть, что же получилось по итогу тех работ, которые проводились там, пока меня не было, и вот об этом я сейчас вам расскажу. Ну, да, соглашусь, обычно мне везёт, и я езжу на дачу в будние дни, как белый человек. В этот раз я был настоящим дачником и поехал, блин, в субботу, поэтому пришлось потолкаться в пробках. Но местами были объезды, и дорога была симпатичная и практически без машин, что тоже приятно. Как вы знаете, в деревне всё на доверии и на честном слове. Именно поэтому заранее я договорился с людьми, чтобы мне участок расчистили и убрали все коряги и пни, которые, собственно, мне и мешали. Работа эта действительно очень сложная и может показаться, что вроде ничего такого, но на самом деле огромное количество мусора, огромное количество коряк, пней. Всё это нужно выдернуть, всё это нужно заровнять, всё это нужно засыпать. И, в общем, работа эта огромная. Алексей, Вячеслав, спасибо вам огромное за потрясающую работу, которую вы проделали. Ну и, конечно же, надо сказать спасибо моему другу и моему соседу по даче, Серёге, который отснял для меня этот материал. Серёга, дружище, если ты это смотришь, я тебе очень благодарен за то, что ты отснял для меня это видео. Если бы не ты, я бы этого не увидел, и мои зрители тоже этого не увидели. Так что спасибо тебе, дружище. К счастью, мои рабочие будни закончились, и мне тоже удалось выбраться в деревню Лайф, посмотреть, что же тут на участке происходит. Ребята, не пугаемся. Всё это будет ещё заравниваться, всё это будет ещё распахиваться. И, понятное дело, да, будет убираться мусор и будут убираться вот эти все кучи. Потому что эта куча осталась от колодца. Ну ничего, сейчас всё заравняем, сейчас всё сделаем. Всё будет хорошо. Это только середина пути. Погода нам благоволит, всё подсохло, так что можно продолжать работу. Ну, поехали. Утро у нас началось пораньше, и началось оно с рёва моторов и, понятное дело, подъезда сельхозтехники. Честно вам скажу, тракторы бывают разные, но как в этом разобраться, я вообще не представляю. Это раритетный агрегат, но он на ходу, и он работает. Вот, смотрите, есть вот такой вот плуг. И сейчас мы будем убирать колею. Да, признаюсь честно, когда я увидел сначала, что происходит, я схватился за голову и подумал, всё, участку точно капец. Я не знаю, что делать дальше, но вот это вот, это нет слов. Кто-то из вас может подумать, а зачем ты вообще влез в эту историю, всё же было нормально, ну подумаешь, колея, ну потом ещё одна будет, заровняют раз, заровняют два, да и всё, в конце концов, сама земля разровняется. Нет, ребята, нужно делать всё по-человечески, иначе всё будет как у всех, а надо, чтобы было как у нас, то есть хорошо. Поэтому распахиваем землю и убираем колею окончательно без поворота. Да, согласен, выглядит пока это может быть не особо, но дальше всё будет нормально. Поверьте, проверено. Честно говоря, в моих глазах читался ужас, поэтому я даже не собираюсь вам показывать своё лицо. Это был кошмар, но работа только началась, и ребят сказали, что всё будет хорошо. Выехал второй трактор, и вот такой вот, как вроде называется, бараной, стал проходить по только что вспахленной земле. И вы знаете, а стало-то получше. Смотрите сами. Большие коми земли действительно становились чуть поменьше. И становилось всё-таки получше, потому что, честно говоря, ходить по колдобинам и кольям мне не улыбалось. Лучше распахать и разровнять. Так что посмотрим на результат в самом конце. Кто-то из вас, наверное, может сказать, Серёг, а вот прям по голой земле больно хорошо ходить, да? Нет, ребята, на самом деле в перспективе ещё посадить газон, и, конечно же, что всё это дело зарастёт травой самостоятельно. А зарастает оно довольно быстро. Так что, поверьте, по голой земле ходить никто не будет. Скоро здесь будет лужайка. А ну а мы смотрим, как работает трактор и как работает барана. Это техника на грани фантастики. Поверьте, я такое в первый раз вижу. Мне нравится. На первый взгляд может показаться, что сейчас тракторист делает что-то непонятное. Нет, на самом деле всё понятно. Дело всё в том, что там небольшой холмик, и его тоже надо заровнять. Ну что, стало явно лучше. По крайней мере, глубокой колье от КамАЗа уже точно нет. Нормально. Едем дальше. В самом конце участка у нас низина. И там постоянно скапливается вода. И вот эти вот буераки, по которым совершенно невозможно ходить и обкашивать траву, тоже мне надоели. Именно поэтому я попросил ребят, чтобы они сравняли мне и эти бугры. Вот за эту часть участка я отдельно радовался, потому что там я постоянно спотыкался, ходить было невозможно, меня всё бесило. А теперь ровненько будет. Дальше травой зарастёт, доравняется и будет вообще сказкой песни. Ой, душа радуется. Кстати, обратите внимание на вот эту лопату впереди трактора. Да, и ей тоже заравнивают, и ей тоже приглаживают землю. Так что это тоже штука нужная. Работа по выравниванию плавно подходит к концу. Нужно убрать всего лишь кучу песка, которая осталась здесь после копки септика под туалет. И в общем работа будет закончена. Понятное дело, не целиком, но эта её часть уже точно всё. И вот смотрите, получилось-то неплохо. Да, пускай ещё не до конца всё идеально и красиво, но лучше, чем было точно. Пользуясь случаем, решил подойти к трактору поближе, потому что я к сельхозтехнике не имею никакого отношения и близко к ней вообще никогда не подходил. А тут такая возможность. Дамы и господа, я решил освоить новую профессию. Всё-таки в деревне всегда всё нужно. Буду трактористом, это, между прочим, не каждый может. Тут в тракторе оказывается столько всего, что и не ожидал. Во-первых, четыре педали. Оказывается, два тормоза направо-налево. Количество ручек вообще зашкаливает. Руль один, что приятно. Тут есть ещё и музыка, тут есть ещё и вентилятор. Капот огромный. Ну и выхлоп. Выхлоп это, конечно, просто пушка. Ну, в общем, трактор это техника. Трактор это, конечно, техника. Но руки и грабли – это твоё всё, Серёжка. Поэтому давай. Теперь всё, что не заравняла техника, заравнивай самостоятельно. Кто-то может, наверное, сказать, типа, Сергуша, ты чё, собрался всё вот это руками равнять? Ну да. А почему бы и нет? В принципе же, не всё так сложно. Тут сделать-то надо не так много. За пару часов справимся. Лопата в руки, грабли в зубы и поехали. Зачем равнять граблями? Для того, чтобы всё было аккуратненько и красиво. Ну и плюс, кое-какой мусор всё ещё остался, поэтому хочу сделать чисто и опрятно. Снеж потом самому ходит. Что я сейчас делаю? Да, я действительно сею газон. Пригодится. Пускай подрастает хорошая трава. К концу рабочего дня маленько подзадолбался. Но оно того стоило, безусловно. Ну это уже совсем другое дело. Это, по крайней мере, хотя бы как-то вид имеет. Вчера было сначала страшно, потом плохо, потом тяжело. Сейчас уже хорошо. Да, получилось то, что нужно. Ну что, господа, неплохо начинается утро. Щука сама себя не съест, а уха сама себя не сварит. Так что будем сейчас уху варить с вами из щуки. Да, ребята, я на самом деле не только крыльцо могу сварить, но и супешник довольно неплохой. А уж уху я варю, просто окипох. Короче, ставим котелок на огонь и доводим до кипения. Закидываем морковь, лук и варим. Как говорится, если руки золотые, неважно, откуда они растут. Хорошо, что видео было включено. На чем я там остановился? Ну да, моркова и лук у нас проварились. Дальше картошенька. Это нажористый, наваристый мужицкий продукт. Без нее и суп не суп, и уха не уха. Ну а дальше, понятное дело, в ход идет наша щука. Еще минут 5-7 проварим, и будет сказка нашей жизни. Вы посмотрите на эту красоту, а! Зелени добавил, лавровый лист не забыл, перчика маленько кинул, и все. Осталось только самое главное. Полено и стопарь водки. Это на ваше усмотрение, кому как нравится. Вуаля! Получается роскошнейшая уха. Как я не закапывал эту картошку поглубже, все равно проросла и заколосилась. Ладно, пускай растет. А вот клубника, это прям моя гордость. Вы посмотрите, какие кусты-то. Вообще, всем кустам кусты. А ягоды будут просто загляденье. Ну, нормалек. Котейка, кстати, продолжает жить со мной. Ну, как-то скучно и грустно мне ее называть просто котейкой. Давайте ей хоть им придумаем, что ли. Все-таки кошка есть кошка. Давайте, пишите в комментариях, подумаем, решим. Может быть, вместе что-нибудь и выберем. Будем подводить итог. 20 тысяч рублей вышла мне вся работа. Это выкорчевать все пни и коряги, убрать корни и вывести весь мусор, убрать все ямы, вспахать участок плугом, пройти его бараной, убрать холмы и колдобины, убрать попадающиеся корни кустов и деревьев. Ну, и по итогу это 4 полных дня работы и 20 тысяч рублей. Это очень здорово.